Экклесиаста, глава вторая Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощ, произращающих деревья, Приобрел себе слух и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме, собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцовый певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия, И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я старался, сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа.